Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Кончится никто не знает, но были отдельные, я бы сказал, предсказатели, которые еще очень давно, я вот так понимаю, в 2009 году, нечто подобное предполагали, притом нигде-нибудь там на Ближнем Востоке, где всегда неспокойно, а прямо в центре Европы. Вот сейчас мы все это наблюдаем. Игорь Смейер у нас сегодня в студии, юрист и эксперт, давно бы у нас не были. Доброе утро. Доброе утро. Да, вот все, что произошло, по-прежнему люди пытаются проанализировать. И, естественно, вопрос два. Как могло вообще это случиться? И второе. Можно ли было это предотвратить? Естественно, здесь можно сделать такое отступление и сказать, что это ни в коем случае не оправдывает то, что произошло. Да, но вот ваша оценка, я так понимаю, вот эта книга, на которую вы сегодня будете ссылаться, мы могли там несколькими словами перед эфиром перекинуться, это книга Джорджа Фридмана, вот, ну и обо всем по порядку. Да, Джордж Фридман написал книгу «The next hundred years, будущее и сто лет», где он предположил то, что сейчас происходит. Ну, то есть, довольно точно предсказал, да? Я бы сказал, что, ну, там не нужно было какие-то особые данные и пророчества, да, потому что, если мы посмотрим с 2007 года, был момент, когда даже в Брюсселе было представительство России, которой руководил Дмитрий Рогозин. Не верится сейчас в это. Это задача, которая была сближение с НАТО. Может быть, даже не вступление сразу, но сближение с НАТО. И западная сторона выдвинула в сторону НАТО такие требования, от которых Россия отказалась. Ну, насколько я знаю, это были требования по демонтажу своего военно-промышленного комплекса. Понятно, что Россия бы на это не пошла, это понятно. Ну, и они не пошли. И так начала накапливаться обида, во-первых, у Владимира Путина. Лично. Лично, да. Он это сошел, что, ну, его в клуб не принимает. Ну, значит, если меня вы в клуб джентльменов не принимаете, тогда я буду делать то, что я хочу и как я хочу. И буду не совсем джентльменом, да? Да, я не буду джентльменом. Я смотрю, что вы делаете, а почему я не могу. И потом уже была речь в Мюнхене, где он очень конкретно сказал, что я по вашим правилам играть не буду и буду жить иначе. Это было подтекст этого выступления. Фактически это было программное выступление. Да. Что было потом? Он показал, что от слов может перейти к делам, и был грузинский конфликт. Ну, мы помним Амхазию, все, что там происходило. Осетия, да. Осетия, да. И это был первый шаг. Потом последовала уже дальше аннексия Крыма. Четырнадцатый год. Четырнадцатый год. Благодаря кавишках этому его начали уже выдавливать из G8, G8, да, было G7, потом приняли его, было G8, и его уже начали оттуда уже как-то выдавливать. Там были такие чисто бытовые, что руку не пожимали, там, чего-то такое. Он опять уже больше обиделся, да. Но надо понимать, что за весь этот промежуток времени торговля нефтью, газом приносила определенному кругу лиц огромные деньги, которые, ну, можно было инвестировать в военные. Миллиарды. Миллиарды, да. Мы говорим огромный кругу лиц в России. В России, да. Которые, конечно, не уходили на развитие страны, очень большие капиталы вывозились вне, ну, и вкладывались как раз в военно-промышленный комплекс. В том числе. В том числе. Ну, и, конечно, в эти фантастические яхты, когда ты слышишь эти суммы, какие-то 600 миллионов яхта, 400 миллионов яхта, это просто говорит то, что вы говорите, а в этом объеме, фантастическом объеме денег. Да, ну, это уже такой, как говорится, понты, да, но все равно, да. Ну, вот, и... Это укрепляло, естественно... Укрепляло его положение, и, конечно, никому уже не секрет, эти данные, они уже публично уже можно прочитать, есть факты, да, что он начал покупать западную элиту. Посмотрите, господин Шрёдер, да, но все-таки это не какой-то даже министр или чиновник, это бывший канцлер Германии, да, его привлекли на работу, ну, скажем так, на работу в Газпроме. И там еще есть личности, там и французы, и британцы, и английцы. И понятно, какие деньги им платили, вы можете себе только представить. То есть, та агентура, если так, по... Агенты влияния. Да, агенты влияния, которые сейчас в Европе, мы даже не представляем, сколько их, кто они, и в самых разных структурах. Потому что, ну, это очень большие деньги, которые вот этот пул Путина, да, смог сконцентрировать за эти годы с 2007 по 2022 год. Это все-таки, ну, 15 лет прошло. Ну вот, если мы опять возвращаемся к книге Джорджа Фридмана, Next 100 Years, где он, в принципе, вот уже на этом, то, что мы только что переговорили, и делает свой анализ. Да, он все-таки руководитель очень крупной консалтинговой компании, которая называется Stratfor, да. И как раз под таким политическим анализом у него клиенты государства, правительства и так далее. Ну вот, и о чем он еще там пишет, да, что на Украине это все дело не закончится. Что он, Путин, уже подмял под себя Белоруссию. То есть, ну, конечно, не юридически, но мы все понимаем, да. Да, когда он спас Лукашенко, когда был Майдан в Минске, тогда, конечно, ну, это был такой момент, когда уже господин Лукашенко должен служить верой и правдой правильным вещам. Да, обратной дороги у него уже нет. Обратной дороги уже нет. При Днестровье, значит, следующий этап, значит, Балдавия и, возможно, и Балтийские страны, да. Но сейчас мы смотрим, что происходит в реальной жизни, без понтов. Да. Конечно, операция быстрая в Украине не получилась. То есть, уже прошел месяц, и мы видим, что конца там не видно. Чем это закончится, беря в виду то, что за месяц западные санкции сделали очень большой урон, да, не только внутренней российской экономике, но и все, что связано с замораживанием активов. В том числе Центробанка, да. В том числе Центробанка, да. 350 миллиардов. 350 миллиардов. Какие будут последствия этому, мы тоже не знаем. То есть, мы смотрим, что это огромный удар по России, по российской финансовой системе, по экономике за один месяц. Такого не было еще в истории, такого мы не помним. Даже вот санкции в отношении КНДР и Ирана, они были такие долгоиграющие, такого эффекта сразу бы не создали. Вот. Ну вот, и мы подходим сейчас к тому, что, конечно, если кто-то окончательно потеряет разум, то я все-таки не исключаю, что может быть и какие-то более серьезные последствия, да, что мы от так называемой конвенциальной войны можем перейти уже в другую, да. Да. Это может быть... Где победителей может и не быть. Да, может и не быть, да. И так как, в принципе, мы на эти события повлиять особенно не можем, то я считаю, что Латвия, маленькие страны, да, должны все-таки, ну, вести себя адекватно, спокойно, да. И вообще население, ну, не надо еще здесь делать какие-то вещи, которые раскалывают общество и умножают еще напряжение. Да. Ну вот об этом мы еще поговорим, может быть, чуть-чуть во втором блоке. В первом, вот не могу вас не спросить, сейчас об этом все ломают голову, экономисты, финансисты, юристы, все, вот это заявление Путина о том, что мы впредь будем продавать энергоресурсы, ну, в основном, речь идет, мы понимаем, о газе, больше всего о нефти, чуть-чуть нефтепродукты, только за рубли. Да, ну, мы знаем, что была реакция стран Европейского Союза вчера, которые сказали, что это нарушение договора, мы за рубли ничего покупать не будем. Да, вот какие могут быть у этого последствия? Мы понимаем, что цель была первая укрепить рубль, и действительно чуть-чуть удалось одномоментно, он уже больше не 140, а 90, ну, плюс-минус, да. Вот какие могут быть последствия, в том числе для Латвии, для Европейского Союза, учитывая вот сегодняшнюю ситуацию и нашу очень высокую зависимость от российских энергоресурсов? Что касается договоров, их уже не выполняют. Если мы помним, что в 1994 году три стороны, Украина, Америка и Россия подписала договор, что никогда Россия не будет нападать на Украину. Украину, и будет соблюдать, кажется, Будапешт это было, Будапешт, да, и всегда будет соблюдать те договоренности, которые были достигнуты, взамен на то, что Украина полностью откажется от ядерного потенциала. И отказалась, действительно, да. Оказалась, да. Ну, видите, ну, прошло 18 лет. Вот и весь себе договор, да. Вот и весь договор, да. Так что сейчас не нужно ссылаться на договор. Да, сейчас уже на договоры, наверное, ссылаться уже нет смысла, потому что, когда началась война, а не какие-то там военные операции, идет реальная война, которая, между прочим, почему они не называют войной? Войной. Потому что тогда не надо соблюдать, там, Венские, Женевские конвенции. Войны-то нету. Войны нет. И обратили внимание, Украина тоже не сказала, что она объявляет России войну. Ну, по большому счету, ведь этого не было. Ну, возвращаясь к вашему вопросу по рублям, это какой-то такой интересный шаг, ну, как бы с амбициями, что в будущем рубль может заменить доллар. Ну, это примерно так. Ну, как, доллар все время держался на то, что все покупали нефть через доллары, да, ты не мог купить за другую валюту. Что это означает? Это означает, что все время есть спрос на конкретную валюту, и она все время держится на плаву. Ну, в принципе, Путин придумал что-то подобное, что с этого всего получится, я не знаю. Это означает, что если хотя бы по газу 40% Европы пользуются российским газом. До сих пор пользовалась, во всяком случае. Это 40% от всего потребления. Это очень много. Вы представьте, какие это деньги. Я сейчас думаю, как это может быть технически. Германия, Франция, Италия, все потребители газа будут сейчас закупать у Центрального банка. Рубли. Рубли. За валюту. Да, за валюту. Как они там будут физически ехать туда-сюда, я даже себя не представляю. Ну, я не банкир, да, я не знаю, как это, инкассация и все эти процессы происходят. Ну, у нас же евро привозят сюда, да, значит, у нас же наличные деньги в обороте. Ну, может быть, они все-таки через систему SWIFT разрешат перейти. Ну, это же, там же банки закрыли, там. Ну, может откроют, тяжело сказать, да. В общем, очень странная ситуация. Да, это все настолько странно, да, что, в принципе, мы приближаемся к какому-то, ну, мы идем обратно куда-то, да, потому что… От развития куда-то. От развития, да, потому что сейчас же все-таки век технологий, да. Да, неужели мы, ну, дойдем до того, что у тебя нет в кармане рублей, и ты ничего не можешь купить. Да, абсурд. Вот переходя, может быть, хотя это все взаимосвязано, вот, нет, все-таки закончим первую часть. Вот никто сейчас не может сказать такое ощущение, что даже те, кто ведут переговоры между Россией и Украиной, не знают, чем они закончатся, на каких условиях. Ну, мы знаем одно. Любая война, ну, даже самая жестокая, рано или поздно заканчивается миром, да. Или какие-то акт капитуляции, или мирное соглашение, или перемирие хотя бы для начала. Есть у вас, ну, представление, понимание, ощущение, чем эта война может закончиться? Может быть, даже опираясь на вот эти мрачные прогнозы Джорджа Фридмана. Да, тот же Джордж Фридман в своей книге «Next 100 years» писал, что в результате этой войны Украину поделить на две части. Одна часть уйдет от России, вторая уйдет от Польши, по Днепру, границу пойдет. И тогда все не верили и думали, что он сумасшедший, да? Да, они думали, что он сумасшедший. И не только, ну, тот, кто говорил в те времена и в американской политике, когда было состязание на пост президента между Обамой и Роуни, кажется, был, да, с республиканской партией, Мик Роуни. Да, именно так. Да, он, когда об этом говорил в своих предвыборных речах, что основная опасность исходит сейчас из России, да, что нам надо заниматься Россией, все о нем смеялись, что он не понимает ничего. Ничего, да. Так что, какие будут результаты и чем это все закончится, я думаю, что результаты все-таки более плачевные будут для России. Даже так? Да, я подумал, ну, неужели российское правительство, Центральный банк настолько недальновидный, что оставили как бы на стороне условного противника, как вы говорили, 300 миллиардов... Больше, 350. Больше, ну, там все время плавают эти цифры, да, ну, без разницы, ну, там, мы уже в этих цифрах уже, да, 300, 350, но в любом случае огромные деньги. Значит, если ты готовишься к войне, ты знаешь, что на стороне условного противника или недоброжелателя, называй как хочешь, находятся такие огромные деньги. Ну, ты, наверное, все-таки за эти годы позаботился как-то или превратил тебя в какой-то другой актив, ну, из долларов, скажем, золото или какие-то другие вещи, да? Нет, ты оставил их там. Что-то мне в этом такое, ну, не совсем логичное кажется. Я с вами соглашусь, что я выскажу по своему версию, как, может быть, это будет спекулятивное, но вот мне кажется, как? Так, ведь люди, вообще людям свойственно, как бы делать какие-то выводы на основании того, что было до сих пор. Ну, вот, к примеру, мы же помним, после Крыма был первый пакет санкций, потом после Донецка и Луганска второй пакет санкций. Ну, мы же с вами понимаем, мы еще даже в этой студии когда-то говорили, но 90% россиян, даже больше, вообще этого не почувствовали, не знали, что это такое, и сам Путин откровенно смеялся и говорил, ну, эти санкции нам только помогли, мы укрепили свое сельское хозяйство. Помните все эти разговоры? И они думали... Отчасти так и было? Да, конечно, и они думали, это как моя версия, что если 8 лет у них был укус комара, ну, почему... И они, даже я думаю, что вот такого, как мы вот в самом начале эфира вы сказали, вот что так обложат со всех сторон, я думаю, что они просто не предполагали. Ведь даже, я так понимаю, что уверяли Путина, что чуть ли не российские войска будут встречаться цветами. Это еще один миф. Знаете, что мне больше всего в этой так называемой войне, ну, реальной войне, да, Россия называет по-другому это, да, удивляет какое-то бессмысленное уничтожение инфраструктуры. Потому что все время бомбить аэропорты, дороги, там, города, какие-то социальные объекты, муниципалитеты, театры, ну, какой смысл, да? Если ты хочешь завоевать территории, ты, ну... Тебе это потом пригодится, да? Да, тебе это потом... Даже цыщатся, цыщатся, говорят, да? Да, тебе это пригодится, и надо будет восстанавливать. Значит, там мысль, я думаю, другая, что такая команда дана, потому что военные, они же, ну, без приказов ничего не делают. Это понятно. Они не сошли с ума совсем, да? И потом будет возможен, как после Второй мировой войны, план маршала. Возможно, что эти 300 и больше миллиардов и пойдут вот на восстановление Украины. Скажем, вот вы виноваты, мы эти деньги вам отдавать уже как России, как государству не будем. Вот за эти деньги надо восстанавливать сейчас Украину. Возможно и такое. Тоже вариант. Переходя все-таки вот к Латвии, нас, естественно, интересует наша страна, мы видим уже первые, скажем так, последствия. Конечно, тут еще наложился ковид, но первые экономические последствия – это рост тарифов, рост стоимости топлива. Видимо, осень у нас ожидает еще более высокие цены на отопление, электричество. Что делать, как быть? Есть ли возможность нам какие-то используют альтернативные варианты? Я почему говорю? Вы помните, уже последние, ну, минимум две недели, а скорее даже с момента начала вот этой инвазии, премьер говорит, что все, это вот наш последний сигнал срочно обеспечивать энергонезависимость. Там закупка жиженного газа, потом эти ветряные генераторы, солнечные батареи и так далее. Все это звучит красиво, но время, время, время. Союз зеленых и крестьян. Ну, я член партии, крестьянская партия Латвии, и как оппозиция выдвинул очень много предложений. Может быть, в информационном поле не все видно, слышно, но я просто в курсе, да. И это предложение в основном касается снижения налогов в этой ситуации, когда находятся многие предприятия в реальном кризисе, потому что никто не знал, что так может подняться цена на все, буквально, энергоресурсы. И в отличие от западных стран, вот той же Франции, между прочим, Польши, да, которые снижают реально вот налог, ну или на горючее, чтобы все было нормально и на электричество. Да. И надо понимать, что мы же не только производим для себя, мы же производим еще и на экспорт очень много продукции, что касается переработки, да. И если закрываются экспортные рынки, такие как Россия, Украина, Белоруссия, ну Украина, потому что, ну по разным причинам, да, ну она политически не закрывается. Ну экономически, да. Тогда вопрос, да, если наши конкуренты, которые производят аналоговые продукции и экспортируют на западный рынок, и мы будем неконкурентоспособны, да, тогда остаются только другие рынки, как Китай, где какие-то нишевые товары, может быть, и так далее. Но это не то, да, это далеко, во-первых, да. Ну вот, и так как правительство, как вы говорили, что-то обсуждает теоретически, что там надо делать это, 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 но практически то ничего не происходит, да, в плане понижения цены, сейчас же начинается сезон, когда надо пахать, надо сеять, надо... Кстати, еще проблема будет с зерном, я так понимаю, в Африке даже прогнозируется голод, потому что если будет торговый эмбарго, Россия не сможет это вот зерно экспортировать, то могут быть последствия, да. Но не только с зерном, да, но у нас, как бы, мы с зерном и много даем на экспорт, у нас проблема будет с удобрениями. Да, и самый большой производитель минеральных удобрений в Европе, это Белоруссия. Если там накроются уже поставки минерального удобрения, я не знаю, как наши крестьяне будут выращивать, на какой рожай они будут рассчитывать. Это очень серьезные вещи, и это очень близко, это несколько месяцев осталось только. Да. Наша партия, говорят, кончайте спать, это особенно такой месседж, да, Министерству сельского хозяйства, замкопи-безминистре, который руководит господин Герхардс, да, им говорят, ну, говорят наши представители, ну, вы просыпаетесь, вы... Потому что уже посчитали, что килограмм картошки при таком раскладе может стоить быстро столько же, сколько бананы и апельсины, да, то есть 4 евро в килограмм. Это абсолютно реально. Потому что совокупность всех этих названных факторов может на следующий сезон, ну, такие у нас, что а как это могло случиться? А там уже другие выборы, да, уже другие вещи. Я просто удивляюсь этому пофигизму правительства. Я тогда такой вопрос задам. Не кажется ли вам, что сейчас вообще наступило, даже безотносительно того, кто сейчас во власти находится в правительстве, вообще наступила иная, не знаю, философия, даже формирование бюджета? Ведь если мы говорим о том, что будет происходить осенью, понятно, что часть людей, не хочется никого пугать, но это реальность, да, часть людей, и мы должны быть к ней готовы, часть людей не смогут просто оплатить коммунальные платежи, потому что если сегодня мы понимаем, что они уже возникли у людей проблемы, когда счета 250-300 евро, не считая газа, электричества, то говорят, что осенью будет 400 и 500 и больше, при средней пенсии 300 евро с копейками, да, то есть это очевидно, что какие-то деньги в бюджет надо будет закладывать на компенсацию самоуправлением, на компенсацию жителям, плюс мы не знаем, это еще одна социальная проблема, сколько еще беженцев приедет. Сегодня к нам приехало чуть больше 10 тысяч, мы видим, что уже селить их негде. Сегодня 10 тысяч уже негде селить. А в общем 10 миллионов покинуло Украину. Да. А теперь представьте, что если к нам приедет 100 тысяч. То есть 10 миллионов покинули свои города. Свои города. А 3,6 покинули миллиона Украину. Да, остальные внутренние перемещения. И с половиной это дети. Да. То есть это ведь еще один, как говорят, вот этот вызов. Следующий вызов это то, что мы с вами говорили, что как быть с энергоресурсами, да, вот кто будет компенсировать, потому что я понимаю, что жижный газ, все очень хорошо, во-первых, сможем ли мы обеспечить объем, во-вторых, кто будет компенсировать удорожание, да, то есть это же вопрос, да, ветряные генераторы. Но это же не сегодня. Не будет так, что ты сегодня поставишь сразу все ветряные генераторы. Ну, я думаю, что здесь должна работать в рамках правительства институция, которая занимается реально вот этими вопросами, анализирует, потому что ситуация меняется каждый день. Уже господин Калвитт заявил, что он не понимает, как мы через рубли что-то будем покупать. И, в принципе, в Европе есть статистика, насколько заполнены газохранилища, ну, у которых есть такие возможности. И в основном где-то основная часть государства заполнили свои газохранилища где-то до около 30%. Только. Только. Геловато. Значит, на данный момент, если сейчас надо еще покупать через рубли, да, мы вот эти все последствия даже себе не представляем, да, как это все будет в европейском масштабе выглядеть как раз насчет поставок газа. И потом я... И вопрос, который вы задали, мы сейчас где-то в мае-июне месяце, я думаю, что увидим всех дебиторов, Рига Силтумса, там Латвия из газа, Латвия Энерго, да, и тогда только появится реальная картина, сколько вообще люди и предприятия должны этим компаниям. И если эти цифры уже будут такие, которые уже настолько сильно влияют на кэш-флоу, да, того же Латвия Энерго, той же Латвии из газа, Рига Силтумса и так далее, то, ну, какие же локальные же есть там, эти Репа, Силтумсы и так далее. Конечно, да, это всюду будут же долги и усиления, да. Да, между прочим, щепа тоже, у нас очень много щепы, мы покупаем у Белоруссии, так что там тоже все так. И вот здесь я хотел сделать один акцент, что в этой ситуации нам надо забыть о каком-то крайних проявлениях, я говорю, я не говорю о полностью, да, но крайних проявлений зеленого курса. Надо разрешать людям нормально вырабатывать свой лес, надо людям нормально разрешать обрабатывать свою землю, да, и кончать, вот, баловаться этими новыми делами, да, пока мы живем действительно в реальной турбуленции. Я думаю, что эта турбуленция будет продолжаться где, ну, как минимум до 2016 года. Это быстро, сейчас ничего уже не утрясется. Поэтому я говорю, я очень волнуюсь, чтобы было адекватно адекватное правительство, да, которые понимали это все, ну, которые не жили в каком-то своем, сейчас, как говорится, в пузыре, у них все хватает, они себя сможет обеспечивать, но то, что происходит вокруг, они не хотят или не способны вообще что-то делать или решать. Еще, наверное, одна проблема, она такая, не только латвийская, хотя мы соседи, но еще и глобальная, это вообще изменение всех логистических цепочек. Ведь, в принципе, мы понимаем, что на сегодняшний день реальное экономическое взаимоотношение с Россией и с Беларусью будет просто невозможно на весьма долгое время, ведь не на месяц, не на два, правильно? Я думаю, что не только с Россией, конечно, у нас проблем не будет с границами, да? Да, я не по это говорю, да. Но при этом то, что повышается настолько цена на энергоресурсы, в один момент может настать ситуация, что просто невыгодно вести. Потому что в чем заключается нормальный, понятный бизнес, значит, что твои доходы должны быть больше твоих затрат. И если этот баланс нарушается, то кто будет заниматься таким бизнесом, да? Золотые слова, это я сразу вспоминаю, вот сейчас то, что происходит в строительстве. Все. Фактически, когда строительные компании говорят, это, я так понимаю, угроза для Реал Балтик, они говорят, а какой смысл? У нас уже то, что вы нам готовы заплатить, это все уйдет на стройматериалы. То есть уже все, больше ни на зарплаты, ни на налоги, больше ни на что не остается. Вот именно. Потому что даже посмотреть, куда мы сейчас зашли вот с этими новыми тенденциями, биржевая цена на газ, на электричество, да? Ну, как-то раньше было более понятно, да? Скажем, есть себестоимость, да? Есть там основные средства, амортизация, зарплаты, еще что-то, да? Налоги, понятно. Налоги, да? Есть доходная часть, и ты как-то смотрел, ну, вот здесь баланс, кредит, дебет, да, чтобы у тебя был плюс, да, чтобы ты зарабатывал. Сейчас себестоимость уже не имеет смысла, есть биржа, да, фьючерные сделки. И вот там какая-то уже есть прослойка, где просто наращивает цену, которая уже неадекватна для экономики. Понимаешь? Это вопрос неволи человека, да? Если, скажем, мне за эту комнату, где мы сидим, надо заплатить 2,5 тысячи в месяц, и я на рекламу могу или на какие-то другие коммерческие заказы получить 2,100, то за каждый месяц должен доплатить, ну... То есть 3-4 месяца будет банковать, да? Вот мы к этой ситуации уже, не то что, мы уже в ней живем, да, что вот вы говорили о строительстве, я прекрасно знаю, да, эту отрасль, я сам 10 лет в ней работал, да, и... Можете не хотите, да? Нет, ну я как-то принял, я эту тенденцию видел и понял, что я от этого «Титаника», что связано с строительной отраслью, хочу уже отчаливать, да, и правильно почувствовал, и уже в новые какие-то свои проблемы, ну, не влез, да. Это правда. Вот так у нас время быстро идет, не могу вас не спросить, ваши отношения к тому, что сейчас происходит, поскольку, неважно, занимаемся мы политикой, нет, но все мы рижане, да, вы же тоже рижане, да, мы видим, что происходит в Риге, еще полтора года не отработала эта новая правящая коллекция в Рижской Думе, вот вчера очередной скандал, при том еще какой, и вчера выяснилось, что мэр Риги, согласитесь, уникальная ситуация в нашей политической системе, когда мэр Риги теперь беспартийный, то есть он обиделся на этого министра Плэшса, и в результате вышел из этого объединения Латвия от Истриба и Пар, и еще вышел из партии Кустыба Пар, то есть он остался вчерашнего вечера беспартийный, все сейчас ломают голову, что дальше делать, как дальше будет происходить, вроде и коалиция есть, а может ли быть мэр, который вообще, так сказать, независимый, в общем, непонятная ситуация, но самое главное, что не видно и позитивных перемен, вот что самое печальное, да? Знаете, когда мы чего-то не понимаем, и все-таки это не детские игры, руководить городом, столицей, тем более, Совсем, да, совсем не детские, да. Тогда это может быть две причины только, да, или настолько плохое состояние с бюджетом, и надо какое-то опять завертеть хаос, чтобы никто ничего не понял, да, какой-то, ну знаешь, как дети там, начинают кидаться в песочнице друг к другу, и ты не понимаешь, кто начал, зачем начал, почему, и... Да, ну все в песке, да. Ну все в песке, и все как-то уже, да, и это, я думаю, что если вот эта причина бюджета, что они смотрят, что не заполняется бюджет, что надо же, ну платить там все, что, которые зависят от бюджета города Риги, также надо платить через этот, пошел Дейбизл из нашем, фонд Риги, очень... Да, фонд выравнивания, 90 минут, спасибо, платим, да. Да, да, и я думаю, что там может быть такая причина, да, или сугубо детская, тогда мы действительно, ну, рижане, которые пришли на выборы, молодежь в основном, потому что в связи с ковидом очень многие, они пришли на избирательные центры, ну выбрали такую думу, которая не идееспособна, и для меня какие-то, абсолютно какие-то конкретные бытовые, ну, я смотрю, что вот улицы, на которой промежутки, я живу с баром на Добриве, Баздяр, Трудос, да, там я ни одного человека не вижу, хотя все возможности работать, я не вижу, снег закончился, мороза такого уже нету. А и людей нет, да? Да, и людей там нету, я не понимаю, нет ни одной таблицы, как, ну, в строительстве, да, работы, заказчик, исполнитель, ничего не происходит. Те, которые едут в Межу Парк до сих пор рады, что Брасос, Брасос, Тилц, Брасос, мост. Да, закрыт, Павль, вот этот вот, да. Ничего там есть. Тоже как бы, ну, я давно не ехал, просто не ехал в ту сторону, а те, которые мои друзья... Ничего там не изменилось. Не изменилось, да. Пыль, вот эта вся после соли, все это, ну, это же ужасно, это же на все-таки, ну, на респираторную систему людей действует, да, это не мелочи, да. Такие элементарные, ну, даже, ну, такие понятные вещи, где не видно просвета. Я понимаю, что может быть проблемы, может быть, я как в строительстве работал, я понимаю всю эту систему, есть закупка, есть какие-то изменения цен, все это может быть, но все равно это решается. Посмотрите на улицы в центре Риги, это же катастрофа. И есть какая-то коммуникация, ты говоришь, ну, жителям, да, что вот мы здесь, я какой-то коммуникации вообще не слышу. Вместо этого какая-то детские игры, которые для рижан, ну, абсолютно, ну, кого же мы выбрали. Да, и абсолютно вот в этой же теме очень актуально, вы тоже обратили внимание, даже в этом, Рига открыла этот центр поддержки беженцев. Казалось бы, правильно, да, люди приезжают, потом выяснилось, помните, был скандал, что по выходным дням центр не работает. Я не понимаю, а почему? У нас то беженцы приезжают только в рабочее время, что ли? Ну, вот. Знаете, когда вы выбираете людей, которые реально не понимают хозяйственную жизнь, я не говорю, хозяйственная жизнь, это только частное предпринимательство, да, это вопрос, когда надо взять вопрос и решить по существу. И не хватает того, что я с тобой встретился, да, мы поговорили, и какой-то, как я называю, самбады, да, кто-то, да, это неважно уже, что будет дальше, да, ты не держишь это пространство под своем контролем и под своей волей, чтобы был результат. Конечно. И эта генерация, я как ее называю, я, ладно, не буду эту фамилию назвать, есть очень такой типичный представитель этой генерации один, да, не буду его сказать, не будет. Без фамилии, да. Да, без фамилии, да. Вот эта генерация, которая пришла к власти, им характерен процесс, им не нужен результат. И чтобы... То есть такая суета, суета такая... Да, главное, чтобы этот процесс был оплачиваемым, да, и мы сидим, получаем деньги, и мы все время находимся в процессе. А результат? Да, это означает, что мы все время решаем какую-то проблему, которая так и иначе не решается, да, вот это и есть процесс. И когда ты спрашиваешь, а когда же какой-то результат наступит, да, когда же вы... Они не понимают, о чем ты вообще спрашиваешь. Это очень своеобразно. Процесс-то идет. Процесс-то идет, чего тебе еще надо. Ну, примерно так, да. Это очень вы точно подметили, вот когда то же самое было вот в передаче у Домбурса в среду, да, вот была большая дискуссия, где вот очень некоторые отдельные, тоже не будем называть фамилии, умные рассказывали о том, как вот мы там, как вот мы там, как вот мы санкции, как мы там всем будем помогать или не будем, но и когда ведущий спросил, хорошо, ну вот давайте конкретно, то, что мы сейчас говорили, как быстро мы сможем обеспечить замену российского газа, насколько мы от нее зависим, как альтернативный источник начиналось, откуда мы будем вообще закупать жиженный газ. Вот назовите, странные цены. Они растерялись и говорили, ну, подождите, ну, мы же в процессе, мы же в процессе. Да, и понимаешь, вот то, что они не вникают, да, они не понимают, что какой-то самбады это не сделает, да, это скрупулезная работа, это означает, что надо с этими, которыми новые поставщики, начинать работать. Логистика. И да, вчера, если это будет через Клайпеду, да, где стоит LNG-терминал, да, к которому подходит пароход, закачивает газ, он перерабатывается в трубу, и дальше у нас есть, ну, соединение Клайпеда с... Синчукалнсом, да. Синчукалнсом, да. Ну, это же надо, над этим работать, и над этим работать надо, в принципе, Латвии из газа, да, это потому, что они должны обеспечить ресурсом, чтобы люди получали тепло, энергию и так далее. Бесперебойно, да. Тогда, ну, наверное, таких вообще не спрашивают, как они там приглашают чиновников, которые сидят, и они теоретически все говорит правильно. Если мы от этих покупать не будем, мы будем покупать от других. Он считает, что он свою работу сделал, он же правильно сказал. Абсолютно, да. А реально осуществить эти сделки же кто-то должен, как и эти самбы, да? Ну, они приучены к процессу, не к результату. Да. Потому что те, которые готовы работать на результат, они в этой системе, вот этой новой генерации, они не востребованы, такие люди. Я вот в завершении хочу вот фактически закончить над тем, что вы сказали, я так понимаю, в какой-то степени, видимо, он гений, я имею в виду Джордж Фридман, да, который еще в 2009 году все это предсказал. Но там есть один позитивный момент. Все-таки апокалипсис и Третью мировую глобально он нам не прогнозирует. Так что надежда есть, да, так, чтобы закончить на более позитивной ноте. Потому что, помните, вначале у нас прозвучало там такие совсем уже печальные нотки, да, что чуть ли не кнопку нажмут. Да, вот есть надежда, что все-таки мы избежим такой вот глобальной Третьей мировой? Я могу сделать прогноз чисто субъективный. И, как мы знаем, когда-то они были правильные. Да. Мы уже долго общаемся. Поэтому я надежда, да, так сказать. Да, я прогнозирую, что война как такова закончится где-то к маю месяцу. Сядет за стол, потому что Россия уже будет настолько истощена, да, что, ну там, все эти совокупность факторов, о которых мы сегодня говорили. Потом вопрос, что дальше, да. Да, вопрос, кто сидит за Зеленским, за правительством Украины, да, и, ну, кто там за Путиным, я это обсуждать не буду, да. Я думаю, что там работа идет не только в рамках Россия и Украина. Я думаю, в этом участвуют многие еще игроки, просто которые не светятся. Да, даже то, что мы говорим про план Маршала, его же кто-то должен, так сказать, создать. Да, который мы не знаем. И просто, я думаю, что где-то сама война закончится к маю, и потом будут уже переговоры. Да. Ясно. Игорь Сумея у нас был в прямом эфире, совсем у нас уже нету больше времени. Спасибо. Слушайте радио Болтко.